Фараоны правили Египта Фараоны правили Египта Они верили, что человек, подобно Солнцу, умирает и воскресает вновь. Поэтому они построили великолепные усыпальницы, в которых тело, это вместилище души, могло сохраняться вечно. Они создали путеводители по загробному миру, книги мертвых, повествующие о бессмертии. Гигантские монументы – свидетельство их величия. Эти загадочные надписи являются ключами к тайнам Древнего Египта. Начиная со времен Геродота, Антонии и Клеопатры, тысячи путешественников приезжают взглянуть на эти чудеса света. Сегодня эти, казалось бы, вечные сооружения находятся под угрозой исчезновения. Может быть, уже наши дети не смогут увидеть их. Поэтому в Египет приезжают люди со всего света. Они пытаются спасти бесценные памятники, расшифровать послания древних египтян. Ведь все эти сокровища могут исчезнуть навсегда. Итак, послушайте рассказ о древних египтянах и их поисках вечности. Египет. Поиски вечности. Производство национального географического общества. Беоннил. Так начинается древний гимн. Ты берешь начало в самом чреве земли и питаешь своими водами весь Египет. Ты наш кормилец. Ты даешь нам жизнь. После ежегодного паводка остается огромное количество ила, которые крестьяне используют как превосходное удобрение. Порошаемая благодатными водами Нила, египетская земля дает щедрые урожаи. Драгоценна даже глина с берегов Нила, ведь из нее делают практически все, от кухонной утвари до строительного кирпича. Нил всегда был главным торговым путем Египта. На север корабли несло течение, а на юг попутные ветры. Чтобы вычислить время, когда река вновь выйдет из берегов, древние египтяне придумали календарь. Здесь практически ничего не изменилось с тех далеких времен. И река, этот путь жизни, по-прежнему имеет огромное значение для жителей страны. Во время разлива Нила, крестьяне не могли возделывать. И не могли воздействовать свои затопленные поля. Поэтому люди в это время строили пирамиды, усыпальницы для своих фараонов. Египетские пирамиды – одно из семи чудес света. Это своеобразные лестницы в небо, ибо всем египтянам их религия обещала жизнь после смерти. Самое огромное сооружение на Земле, Великая пирамида, сложено из двух миллионов громадных известняковых блоков, каждый весом более двух тонн. В течение 20 лет 100 тысяч человек без помощи колеса, лошади, железных инструментов трудились над сооружением этой пирамиды, чтобы их фараон мог войти в чертог Бога Солнца и обрести вечную жизнь. Это прославление богов и царей наполняло жизнь древнего Египта на протяжении трех тысяч лет. Испокон веков Нил считался душой этой земли. Цветок лотоса, произраставшего на берегах реки, являлся символом Верхнего Египта. Олицетворением Нижнего Египта был папирус – тростник из мелководной дельты. На этой табличке царь, известный нам под именем Нар-Нар, изображен в двух коронах – высокой, символизирующей Верхний Египет, и узкой, с завитком, символизирующей Нижний. Этот рисунок знаменует собой объединение двух земель и создание Единого Египта в 3100 году до н.э. С тех пор египетские фараоны носили сразу две короны. Благодаря историческому шагу Нар-Мэра, Египет и по сей день остается единой страной. Изолированная от соседей, защищенная со всех сторон горами, пустыней и морем, Нильская долина была идеальным местом для зарождения величайшей цивилизации. Следы первых этапов ее развития можно обнаружить в городе Некен. Это место, обитаемое и в наши дни, хранит свидетельства о древних египтянах, живших здесь 6000 лет назад. Начиная с 1967 года, доктор Уолтер Фай-Сарвис ведет здесь раскопки. Бесконечный поиск корней цивилизации продолжается и по сей день. Именно здесь была обнаружена табличка с изображением Нар-Мэра. И именно на этом месте 50 веками раньше Нар-Мэр основал столицу нового объединенного государства. Мы находимся на развалинах царского дворца. Этот огромный комплекс принадлежал царю, жившему здесь 5000 лет назад. Это был могущественный правитель. По размеру комнат и по местоположению различных предметов становится очевидным, что он был очень богатым человеком. Нам известно, что он имел многочисленные кладовые, наполненные зерном, медью и другими богатствами. Именно поэтому нам кажется очень странным, что такой могущественный царь оставил свои владения и покинул этот город. Мы пытаемся разгадать, почему он это сделал. Хотим выяснить причины, толкнувшие его на этот шаг. На заре египетской истории это место имело огромное значение, а потом почему-то было покинуто. Возможно, ответы на эти вопросы покоятся где-то под обломками глиняных стен. Изучая эти древние обломки, экспедиция фаер-сервиса по крупицам собирает историю этого загадочного города. Множество нитей связывают первобытную историю и историю древнего Египта. Но самая прочная из них – непоколебимая вера в бессмертие. Эти умершие были захоронены задолго до того, как первый фараон воздвиг на этом месте свой дворец. Я только что нашел этот кусочек шпильки для волос. Она лежала здесь, прямо возле черепа. Она сделана, по всей вероятности, из слоновой кости. Да, похоже. Точно, из слоновой кости. Эта столица стала религиозным и политическим центром. Здесь был заложен фундамент самой великой цивилизации древнего мира. 2000 лет спустя религиозной столицей Египта стали Фивы. Это был один из самых богатых городов земного шара. В самом его сердце был сооружен храм Аммона в Карнаке, ставший крупнейшим храмом древнего мира. Одна династия фараонов сменяла другую, и каждый новый правитель достраивал, расширял и украшал этот громадный комплекс. В их числе был и Тутанхамон, чьи сокровища поразили весь мир своим великолепием. И женщина-фараон Хадшапсут, названный первой в истории великой женщиной. И еретик Эхнатон, который первым поверил в единого бога и основал монотеистическую религию. Фараон Рамзес II недаром был прозван великим. При нем Египет богател и процветал. Этот царь-воин правил страной 67 лет, стал отцом почти 200 детей и оставил свое имя на половине из всех памятников древнего Египта. Рамзесу не было и 20 лет, когда умер его отец, фараон Сети I. Перед смертью Сети распорядился построить себе храм-усыпальницу в Абедосе. Когда Рамзес стал фараоном, он первым делом отправился выполнять волю отца. Для всех египтян это место стало священным. И именно здесь, 3000 лет спустя, появилась женщина, известная под именем Ом Сети. Какая-то неведомая сила привела ее сюда. Она словно лично общалась с великим фараоном. Сейчас группой друзей, египтологов, она отмечает свое 77-летие. Спасибо вам большое. Вы устроили мне чудесный праздник. Прочитайте надпись. Прочесть. Какая прелесть. Конечно, это не подлинник, а так, сувенир. Что вы, все равно спасибо. Моя душа, моя мать. Куда бы ни переселилась моя душа, она останется чистой и непорочной перед судом. Это вам. Спасибо большое за 77-летие Ом Сети. Спасибо. Давайте выпьем за нашего старого доброго друга Рамзеса II. Ее настоящее имя Дороти Эдди. Она родилась в Англии. Но в Египет ее тянуло с самого детства. Она приехала сюда 50 лет назад, вышла замуж за египтянина, и у нее родился сын, которого она называла Сети. С тех пор ее и называют Ом Сети, что означает «мать Сети». Последние 30 лет она посвятила изучению храма-усыпальницы Сети I. Рамзес сообщает, что он прибыл в Абитус сразу после смерти отца, в первый год своего царства. Здесь он обнаружил, что украшение храма осталось незавершенным. Из надписей мы узнаем следующее. «Я повелел завершить эту работу моего отца, а также и все остальные работы моего отца, которые были начаты им, но не закончены. И я их завершил». А дальше он как будто беседует с душой своего отца и сообщает ему, что все то, что Сети хотел сделать, все его планы и замыслы выполнит он, Рамзес. Он сделает это в память отца. Он говорит, пока страной правлю я, все будет так, как будто это ты сидишь на троне. Он был очень хорошим человеком и отличным сыном. Когда Ом Сети прибыла сюда по поручению египетского отделения древности, храм лежал в развалинах. Его восстановление стало делом всей ее жизни. Передо мной лежала груда разрозненных обломков с фрагментами надписей. Их было свыше двух тысяч. Некоторые кусочки были совсем маленькие, некоторые очень большие. Мне нужно было скопировать эти надписи и попытаться соединить их в единое целое. Храм украшен рельефами, которые по сей день сохранили свою прелесть и изящество. Они рассказывают нам историю первого воскрешения из мертвых. Египетский царь Осирис был убит и растерзан на куски своим собственным братом. Жена Осириса, богиня Исида, собрала останки, соединила их вместе, и Осирис воскрес из мертвых. Когда их сын Гор, бог с головой сокола, возмужал, он отомстил за смерть отца. Бог мертвых Аннубис был послан богом солнца забальзамировать труп Осириса и подготовить его к вечной жизни. Египтяне верили, что если Осирис умер, а потом воскрес, то и любой человек может обрести бессмертие. Воздвигая храм Осирису, фараон Сетти готовился к жизни после смерти. Здесь изображен фараон, приносящий дары к ладье бога солнца Амона-ра. Сетти протягивает Исиди хлеб, фиги и гранат. Ом Сетти тоже следует этой древней традиции. Каждый год в великие праздники, в день рождения богов Осириса и Исиды, я приношу сюда свои дары. Вино, хлеб и фимиам. Я очень люблю приходить сюда. Здесь я чувствую себя совсем как дом. Через три дня после завершения съемок Ом Сетти умерла. Она была похоронена в Абидосе, городе воскрешения из мертвых. Во времена Рамзеса верховным богом египтян был бог солнца Амон-ра. Он был покровителем фиф, расположенных на берегу Нила, между прежней столицей Некен и Абидосом. На восточном берегу реки были сооружены храмы, посвященные богу солнца, Карнак и Луксор. На другом берегу, где солнце исчезает за горизонтом, был построен комплекс царских усыпальниц. Это место было названо Долиной Царей. Гомер увековечил фифы в своей великой поэме. Он назвал фифы сто вратными. И через каждый из этих врат проезжали на колесницах с запряженными лошадьми 400 героев. Во времена правления Рамзеса фифы процветали. Этот фараон повелел воздвигнуть в храме Луксор гигантские статуи и величественные обелиски, прославляющие бога солнца Амона-Ра. Но 3000 лет спустя эти монументы оказались под угрозой исчезновения. Причин много. Развитие сельского хозяйства, индустриализация, изменение климата, а также несметные толпы туристов. В 1924 году институт Востока при Чикагском университете организовал в Египте свою штаб-квартиру. Она была названа «Чикагский дом». Ее возглавил доктор Джеймс Брестетт, отец американской эгиптологии. Именно этот ученый и предложил изготовить копии всех памятников древнего Египта, находящихся под угрозой исчезновения. Сегодня Чикагский дом возглавляет доктор Ленни Белл. Ученые Чикагского дома заняты титаническим трудом. Они исследуют и копируют надписи. За прошедшие 50 лет Институт Востока опубликовал огромное количество томов, в которых запечатлены результаты исследований. Используя оригинальное сочетание фотографий и черчения, ученые-египтологи из Чикагского дома снимают копии с рельефов и фресок. Когда все надписи и изображения исчезнут со стен древнеегипетских храмов, люди смогут любоваться их копиями. Каждый новый правитель стремился перестроить храмы, добавить в них что-то свое, особенное. Изучая и сравнивая древние и относительно новые украшения и росписи, ученые-египтологи расшифровывают историю луксорского храма. Раскопки на территории храма начались более ста лет назад. Но древние каменные стены оказались подвержены воздействию воздуха. На поверхности камней стала выделяться соль. Она вступала в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе, и в результате этого на стенах появлялись кристаллы. Осыпаясь, эти кристаллы уносили с собой древние изображения. Именно эти кристаллики соли заставляют нас торопиться. Рельефные изображения и фрески исчезают прямо на глазах. И хотя сам храм простоит еще как минимум 200 лет, все его украшения, рельефы и росписи осыпятся. Поэтому мы стараемся выполнить копии настолько точно, насколько это в человеческих силах. Ученые смогут изучать достоверные копии и находить в наших справочниках ответы на любые вопросы, касающиеся украшений храма. В конце концов, люди перестали почитать древних богов, и большинство храмов было разобрано. Огромные блоки разбили на мелкие куски и стали использовать их как строительный материал. За последние 30 лет удалось собрать несколько тысяч таких обломков. Чикагский дом ведет непрерывный поиск фрагментов, чтобы реконструировать часть храма под названием «Пропавшая колоннада». Обнаружив фрагмент изображения, художник Рэй Джонсон делает зарисовку и потом тщательно фотографирует этот обломок. Сначала карандаш, а потом чернила восстанавливают на этой фотографии то, что стерло время. Художник прикладывает фотографию в то место, где изображения отсутствуют. До сих пор были найдены только те фрагменты изображения, которые обведены жирной тернильной линией. Но спасенные обломки иногда позволяют восстановить полную картину, созданную великими мастерами более трех тысяч лет назад. Подстрахуйте меня. Конечно, эти чудесные моменты случаются редко, но иногда ученым все-таки удается найти недостающий фрагмент и его помещают в стену. Чуть-чуть левее. Еще чуть-чуть. Так по крупицам ученые восстанавливают древний храм Аммона-ра. Исследователям из Чикагского дома удалось обнаружить, что колоннада Луксорского храма самая значительная постройка Тутанхамона. Для того, чтобы полностью восстановить его архитектурную историю, нужно сфотографировать надписи на его крыше. Археологи сооружают лестницы высотой в пять этажей. Впервые за последние пятьдесят лет предпринимается попытка забраться на крышу храма. На высоте около двадцати двух метров доктор Белл изучает технологию древних мастеров. Оказывается, они вставляли деревянные клинья, чтобы укрепить постройку и подогнать каменные блоки. Когда-то эта колоннада была крытой, но около 1600 года нашей эры крыша рухнула или была разобрана. Некоторые ее обломки были обнаружены на полу храма. Доктор Белл изучает прошлое храма, но его мысли невольно обращаются к будущему. Как это ни парадоксально, но вибрация, вызванная шагами бесконечных туристов и даже углекислый газ, который они выдыхают, постепенно разрушает те бесценные сокровища, на которые люди приезжают полюбоваться. Исследователи из Чикагского дома выяснили, что эту постройку воздвиг Тутанхамон, но впоследствии Рамзес II начал стирать надписи и изображения своего великого предшественника и заменять их своими собственными. При этом он наивно полагал, что может обмануть богов и присвоить себе славу строителя колоннады. Однако следует все-таки отдать должное Рамзесу II. Он придал необыкновенное величие Луксорскому храму. Когда разливался Нил, золотую статую бога Амона-Ра, владье отвозили из Карнака в Луксор. В самом сокровенном святилище храма Рамзес подносил богу, скрытому за льняной завесой, фимиам, цветы и еду. По завершении этого таинства жрецы выводили всю торжественную процессию из храма и направлялись к Нилу. Тысячи людей толпились на берегу реки, чтобы посмотреть на музыкантов, танцовщиц и солдат, которые сопровождали торжественную процессию. Затем на священной ладье Амон-Ра, фараон и жрецы возвращались в Карнакский храм. Любимая жена Рамзеса, царица Нефертити и царские дети встречали возвращавшуюся процессию. Итак, праздник заканчивается. Королевская чета направляется в храм Амона в Карнаке. Священная ладья с золотой статуей Бога Солнца возвращается на свое место. Там она целый год будет спрятана от людских глаз. Для фараона Рамзеса этот праздник означает обновление и возрождение. Теперь он направляется в самое сокровенное святилище гигантского храма. Строительство этого величественного зала было начато его отцом Сети I и завершено самим Рамзесом. Густой лес высоких стройных колонн. Их здесь 134, некоторые до 30 метров высотой. Колонны украшены орнаментальными изображениями. Они обрамляют собой имя царя, оберегая его от зла. В иероглифах, обозначающих его имя, зашифровано «Ра Бог Солнца породил его». Именно от Бога Солнца фараоновы наследовали свое право на царствование, на свою божественность, даже на свою корону. Поэтому они и воздвигли этот величественный дом Бога. Сто фараонов достраивали и украшали его в течение двух тысяч лет. Так продолжалось вплоть до наступления христианской эры. Теперь за дело взялись археологи. Они восстанавливают эти бесценные свидетельства верой. На другом берегу Нила простирается страна мертвых. Здесь заходит солнце, сюда приносили тела умерших. Люди верили, что они воскреснут вновь, ибо солнце каждый день рождается заново. Вырубленный в самом сердце горы, этот некрополь представляет собой громадный лабиринт усыпальниц. Здесь древние мастера построили Рамзесу колоссальную гробницу. Перед входом лежат огромные фрагменты его 19-метровой статуи, тысяча тонн гранита. Именно эта статуя вдохновила Шелли на сонет Озимандиас, в котором поэт назвал этого фараона царем царей. Рамзес умер в 1224 году до нашей эры. Его погребальный комплекс просто великолепен. Его имя и изображение запечатлены здесь на века. Траурная процессия проводила фараона в его последнее жилище. В это священное место можно было приносить свои дары. Оплакивая царя, египтяне твердо верили, что человек может обрести вечную жизнь. Нужно только подготовиться к ней должным образом. Поэтому высыпальницу несли все, что может потребоваться мертвому человеку в загробной жизни. Это были лодки, в которых фараон мог бы вечно плавать по Нилу. И трон, на котором он мог бы продолжать править своей страной. Распоряжение царя в загробной жизни должны были выполнять магические статуэтки. На росписях, украшавших гробницы, древние египтяне изображали загробную жизнь как приятное продолжение жизни земной. Там можно будет и поохотиться на уток, и собрать богатый урожай. Рядом с умершими обязательно клали книги мертвых. В них содержались напутствие и советы, как вести себя с богами и демонами, которые встретятся на пути усопшего. Мы видим изображение усыпанной звездами богини неба. Она вытянулась над полу лежащим богом земли. Между ними крылатый бог солнца плывет через царство мертвых. Все поступки и дела усопшего взвешиваются на весах правосудия, и бог тот с головой ибиса записывает результат. Перед лицом бога умерший должен будет заявить о своей безгрешности. Я чист устами и телом, на мне нет ни греха, ни вины, я не сотворил зла. Тот, чью безгрешность подтвердят судьи, сможет присоединиться к Осирису и вечно пребывать в счастливой стране вечного солнца. Но самое главное, нужно как следует подготовить тело, в которое должна вернуться душа. Сам Анубис, бог мертвых, бальзамировал тела для будущей жизни. Со словами «Ты воскреснешь и будешь жить вечно», жрецы опустили мумию Рамзеса в саркофаг. Гробница Рамзеса Второго. Сейчас она находится в аварийном состоянии, поэтому доступ в нее закрыт. Однако группе ученых, возглавляемой доктором Кент Викс, совсем недавно удалось составить ее план. После смерти Рамзеса страной стала править новая династия фараонов, и с тех пор гробницу начали систематически грабить. В 1871 году один гробитель сумел найти Рамзеса Второго и потревожить его трех тысячелетний покой. Египетскому правительству удалось вернуть мумию Рамзеса, и теперь она находится в Каирском музее, очень далеко от долины царей. Это западная долина, она является частью древнего некрополя неподалеку от Фиф. Долина цариц, долина царей, гробница Тутанхамона, все это находится здесь. Тем не менее, до сих пор еще не существует подробной археологической карты этой местности. Мы хотим составить настолько подробную археологическую карту, насколько это позволяют современные технологии. Такая карта, безусловно, поможет нам более детально изучить историю некрополя. Но, что более важно, она поможет нам сохранить и уберечь его. Используя новейшие приборы и технологии, ученые выполняют топографическую съемку. Штаб квартиры экспедиции расположена в небольшой деревне рядом с некрополем. Ты видишь знак Ку-2 над храмом в Дар-Эль-Медине? Аэрофотосъемка должна облегчить составление плана усыпальниц в долине цариц. Прямо над храмом? А, да, вижу. Именно туда мы и отправимся завтра утром. Скоро ученые соединят результаты геодезических замеров с планом расположения гробниц. Это поможет установить взаимосвязь между ландшафтом и расположением уже известных гробниц и поможет найти те гробницы, которые до сих пор еще не обнаружены. Давай пока оставим все это здесь. Дэйв, возьми с собой только самое необходимое, а остальное мы спустим. Я возьму фонарь. О, тут кажутся крутые ступеньки. ступеньки. Субтитры ступеньки. Для того, чтобы снять размеры каждой комнаты, используется традиционная технология замеров. Каждая деталь будет тщательно скопирована и записана. У древних египтян был обычай строить гробницы для царских детей в долине цариц. Перед вами усыпальница юного принца, сына Рамзеса Третьего. На изображении мы видим фараона, который подносит богу Фимиам от имени своего сына. Какая трогательная сцена. Фараон ведет своего девятилетнего сына к богам подземного царства мертвых. Мальчик послушно следует за своим отцом и держит в руке перо правды. Нам известно, что древние скульпторы и художники освещали внутренние покои гробниц с помощью зеркал из отполированного металла. Эти эпизоды были отсняты в точно таких же условиях. Это гробница Нефертити. У Рамзеса было по крайней мере четыре жены, но она всегда оставалась самой любимой. Из-за высокой влажности, обусловленной увеличением орошаемых сельскохозяйственных угодий, изящные настенные росписи осыпаются. И хотя ученые стараются предотвратить их полное исчезновение, дни жизни этих изображений, которые, казалось, запечатлели прекрасную царицу, навечно сочтены. Царица Нефертити была именно той женщиной, с которой Рамзес хотел жить в вечности. Именно ей посвящены следующие слова. Принцесса, полная грации и изящества, покровительница страсти, сладкий плод любви, хозяйка двух земель, певица гордого самообладания, величайшая в гареме во дворце государя. Все, что ты захочешь, будет сделано для тебя. Любое твое желание будет исполнено. Слова твои успокаивают, и сердцу приятно слушать твой голос. В этих словах отражена вся любовь и все надежды правителей египетского народа, чья цивилизация, пережив бурный рассвет, постепенно пришла упадок. Храм богини Исиды, сооруженный на острове, стал последним оплотом религиозного культа в Древнем Египте. КОНЕЦ После 332 года до н.э. последней династией правителей Египта стала греческая династия Птоломеев. Приняв египетскую религию, греческие цари построили храм, посвященный богине Исиде, олицетворяющей женственность и материнство ее мужу Осирису и их сыну Гору. Их историю рассказывают нам изображения на стенах этого храма. Но постепенно в Египте стала распространяться история другого святого семейства. Древние резные изображения и росписи стали считаться языческими и уничтожаться. Христианство стало государственной религией, и в VI веке этот храм был переделан в христианскую церковь. Вскоре значения иероглифов будут забыты, древние обряды запрещены. История древней египетской цивилизации будет забыта на 12 веков. В 640 году последователи Магомета стали распространять в стране ислам. До середины 20 века Египтом продолжали править чужеземцы, и только в 1952 году революция вернула стране полную независимость. Каир – самый большой город на Африканском континенте. Здесь проживает около 9 миллионов человек. Современный Каир сталкивается с основными проблемами 20 века – стремительной индустриализацией, загрязнением окружающей среды, экономическими и политическими трудностями. В связи с ростом численности населения увеличилось потребление электроэнергии, и перед страной встала серьезная проблема. Для ее разрешения в 1960-х годах была построена Ассуанская плотина. На ее сооружение потребовалось в 17 раз больше материалов, чем на строительство Великой пирамиды. При этом была затоплена находящаяся за плотиной Нубия. Огромное пространство этой древней земли поглотили воды разлившегося Нила. Волны образовавшегося озера лизали под ножья колоссальных статуй Рамзеса II в Абу-Симбеле, потрясающем храме, вырубленном в монолитной глыбе песчаник. Становилось очевидным, что древний храм вскоре может быть затоплен. Как же спасти этот храм и гробницу Нефертити, находящуюся совсем неподалеку? В считанные часы египетским правительствам, Соединенными Штатами и ЮНЕСКО, были выделены необходимые средства, и специалисты со всего мира бросились на спасение памятников. Храм был буквально разрезан тонкими пилами на отдельные куски и разобран. Работа не прекращалась ни днем, ни ночь. На каждом отдельном куске проставлялся номер. Разобранный храм был похож на гигантскую головоломку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Храм передвинули почти на 100 метров. Теперь Нил уже не сможет добраться до него. Рабочие, собиравшие храм, выполнили ювелирную работу. Все отдельные куски были соединены с точностью до 1 миллиметра. Щели заделаны. Этот храм Рамзеса был спроектирован древним жрецом-астрономом так, что Солнце должно было проникнуть внутрь и высветить статую фараона в день 30-летнего юбилея его правления. В наши дни инженеры расположили передвинутый храм таким образом, что Солнце заливает своим светом фигуру фараона в каждую годовщину того памятного дня, спустя 3 тысячи лет. Фараон сидит в окружении богов, и бог Солнца расвещает статую своими священными лучами. Что же заставляет многие тысячи людей приезжать сюда? Эти прекрасные изображения помогают нам постичь смысл нашей жизни. Люди испытывают стремление прикоснуться к божественной тайне, к чему-то несказанно прекрасному. Они хотят верить в бессмертие, заглянуть в будущее и в свою собственную душу. Сюда приходят и туристы, и египтяне. Они запрокидывают головы и разговаривают с Рамзесом. Они чтят его как великого правителя, который подписал первый в мире важный мирный договор. Начиная с этого дня, повелевая установить между нами мир и добрососедство навсегда. Он будет жить со мной в мире. Я буду жить с ним в мире и братстве навечно. Древние египтяне считали, что пока люди будут говорить об умершем человеке, он будет продолжать жить. Так что для Рамзеса загадка обретения бессмертия оказалась решена. Сценарий и продюсер Мириан Бёрч, режиссер и оператор Настя Криво.